Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео в моей рубрике «Коротко о главном по здоровье» — храп. Итак, сегодня вы узнаете, что же такое храп на самом деле, его причины, первопричины и последствия. К чему он может привести? Что такое апноэ? Как профилактировать и лечить храп? Какие для этого есть приборы, приспособления, витамины, минералы? Что нужно делать? Да, храп знаком и мешает жить многим, и самому человеку, и членам его семьи. Что такое храп, объяснять никому не надо, но когда во сне человек издает характерные хрипы, свисты и прочие звуки, это и есть характерные признаки храпа. Но все было бы ничего, если бы невозможные последствия храпа, в том числе состояние апноэ. Апноэ — это остановка дыхательных движений. Что же физиологически происходит при храпе? А при храпе возникает недостаток кислорода из-за остановки дыхания за счет коллапса гладкой мускулатуры верхних дыхательных путей. И тогда человек от кислородного голодания может просыпаться до 20 и даже более раз в течение часа. Но это в самых тяжелых случаях. При этом, разумеется, люди не высыпаются, у них просто выпадает глубокая фаза сна. А это самое главное, с 23.00 до 3 часов утра должна быть глубокая фаза сна. В полном погружении, в полной кромешной тьме, чтобы вырабатывался в должной мере и гормон мелатонин. И по другим многим причинам это очень важно для каждого человека. Нельзя допускать отсутствие во время сна, глубокой фазы сна. Возникает очень много проблем в связи с плохим сном. От усталости, разбитости утром и нарушений гормонального равновесия, до частых походов в туалет ночью, которые иногда путаются дном и простаты у мужчин. И это очень важный момент. Сам храп это не болезнь, а это показатель состояния колебания стенок глотки. А у кого-то эти стенки смыкаются до полной обструкции. И вот тогда это уже действительно отдельная болезнь, которая называется синдром обструктивного апноэ сна. Так как глотка закрыта и воздух не проходит к легким. А значит кислород не проникает в должной мере к мозгу и к другим жизненно важным органам и тканям. Тогда мозг дает команду человеку проснуться. Человек просыпается, налаживается дыхание, он засыпает и состояние повторяется вновь. И это естественно, пока не устранены причины и первопричины таких состояний. Если не лечить храп, то есть риски возникновения артериальной гипертензии, как вторичного показателя вот таких постоянных кислородных голоданий. Из-за апноэ и последующего кислородного голодания могут быть другие проблемы. Например, аритмия и иные сердечно-сосудистые заболевания. А имеющиеся могут усиливаться. Для мозга такие перебои сна это большой стресс. А стресс это в том числе гормон адреналин, который спазмирует мышцы. Соответственно, спазмируются сосуды и опять страдает сердечно-сосудистая система и может подниматься давление. Таким образом, происходит преждевременный износ сердца и мозга. Про другой гормон стресса, кортизол, я сделаю отдельное видео, хотя про него не один раз упоминал уже в других своих прошлых видео. Так каковы же причины храпа? Главные и второстепенные, давайте разберемся. Причинами храпа могут быть и скривление носовой перегородки, и полипы в носу, увеличенные миндалины, алкоголь, ожирение. Бывают причины храпа и склероз сосудов головного мозга. И если в этом причина, то такая причина довольно-таки легко устраняется простым упражнением. Вернее, комплексом упражнений. Да, такой храп легко лечится, если делать массаж рефлекторных точек головы. Сейчас я вам его покажу. Нужно просто пальцами обеих рук массировать следующие зоны головы. Во-первых, это виски круговыми движениями. Это темя, теменная область, можно одной рукой массировать по часовой стрелке. И затылок массируется двумя руками, вот такими волнообразными движениями. Таким образом, каждое из этих упражнений делаете по 2-3 минуты, 2-3 раза в день. И через 2-3 месяца должны произойти изменения до полного прекращения храпа. Если причина в том, что я говорил выше. Но в этой связи еще обязательно посмотрите мое видео про сосуды. Но помимо такого массажа, конечно же, нужны меры другого порядка, более комплексные глубокие меры, тем более если речь идет про иные, более серьезные причины храпа, уже хронического, с серьезными последствиями. Так как же тогда быть? Как убрать хронический храп и не допустить серьезных проблем со здоровьем? Да, то всегда забываю, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео. Ну и поддержите мой канал и это мое видео лайками. Раньше, еще не так давно, до начала 80-х годов, пока австралийский профессор Салливан не придумал лечение апноэ сипапом. А сипап это такие маски с компрессором для принудительной закачки воздуха. Так вот, тогда тяжелых апноэков лечили трахеустомией. То есть, другими словами, просто делали дырку в трахее. Но чтобы человек мог спокойно спать и не задыхался во время сна. Чтобы воздух через этот разрез мог проникать выше по ходу движения воздуха к легким. Для нетяжелых апноэков сейчас придуман такой челюстной аппарат, он вставляется в рот, зажимается челюстями, похожие на силиконовые такой слепки для зубов, который как бы отодвигает нижнюю челюсть вперед, и тем самым меняется тонус мышц глотки. И человек уже может спокойно дышать. По крайней мере, самые тяжелые состояния становятся менее тяжелыми. Выход ли это? Ну, конечно, да. Но это не изменение естественное, органическое. Есть, конечно, даже и хирургическое лечение. И оно тоже помогает. Но для всех ли это приемлемо? Полагаю, что не для всех. Даже морально-психологически. Потому я расскажу сейчас вам, что же нужно делать, применяя самые простые меры, какие минералы и витамины нужны. Но вначале вот еще пару слов о чем. Маленький подыток. Риски храпа. Это повышенное артериальное и даже внутричерепное давление. Это износ сердца. Это повышенная утомляемость. Это повышенный сахар в крови и инсулинорезистентность. Да-да. Это также связано с гормонами. И подробно я объясню, каким образом, когда буду разбирать гормон кортизол в отдельном своем видео. Итак, вы уже поняли, что причина храпа – это потеря тонуса, гладкой мускулатуры, глотки. Но по каким причинам бывает эта потеря, случается? По каким причинам? Ну, во-первых, это причина наличия толстой шеи, ожиревшей. Есть такие люди, у кого прям толстая шея. Это первая причина, объективная. Вторая причина – это толстый живот, когда в положении лежа, горизонтальном положении, жир, живот давит на диафрагму. И тогда легкие получают меньше кислорода. Ну, а третья причина такого дисбаланса в тонусе мышц – это проблемы с нервной системой. И вот какие. Кстати, это очень характерная распространенная причина дистонуса мышц. Ну, и, соответственно, храпа. Могут быть проблемы с двумя черепными и диафрагмальным нервами. Как правило, это проблемы с девятым черепным языкоглоточным нервом и с десятом блуждающим нервом. Ну, и проблемы, как я уже сказал, с диафрагмальным нервом. А они как раз и контролируют тонус задней части глотки. А диафрагмальный нерв, кстати, идет как раз из диафрагмы к шее, вот к этой области. На работу этих нервов в первую очередь влияет наличие или, соответственно, отсутствие дефицита витамина В1 – тиамина. Витамин В1 можно принимать как в виде моновитамина порошка в капсулах, либо в виде биологически активной добавки концентрата этого витамина в том числе. Хотя там есть вся линейка витаминов группы В. Это, конечно же, хлорелла и спирулина. Это такие водоросли. Я советую принимать в натуральном виде в достаточном необходимом. К тому же будет масса другой пользы, потому что тут и активный хлорофилл для функции кроветворения, вся линейка витаминов В, витамины П, П, А, Е и другие. И все это в натуральном, природном, еще и концентрированном виде. И это дала нам природа сама, а не химические лаборатории. Сразу скажу наперед, потому что будут вопросы, как всегда, где купить эту хлореллу, спирулину. Так вот, органическую спирулину и хлореллу без химии, дикую, а не вырученную лабораторно, можно купить на нашем сайте nadgar.ru. А ссылочка будет дана под этим видео. Кстати, в том числе и на работу этих нервов влияют такие состояния, негативные, конечно, как диабет, преддиабетозное состояние, инсулинорезистентность, повышенный сахар в крови. Ну и, конечно же, ожирение. И все они связаны непосредственно с храпом. Это такая двойная взаимосвязь. Это, по сути, порочный круг, из которого надо просто вырваться. Каким образом? Смотрите мое видео про инсулин, сахар в крови. Смотрите мое видео про калории, про инсулинорезистентность. Непременно посмотрите эти видео, вы будете знать, что же делать и как простыми мерами добиться изменения состояния. Это будет улучшение состояния всего организма, по сути, его лечение, как бы перезагрузка на новые рельсы уже здоровья. Поймите, дорогие друзья, сахар очень вреден. И продукты с сахаром есть не стоит. А особенно проблемы усугубляются, если есть вечером после 18.00, да тем более еще что-то сладкое. Второй важнейший элемент – это макроэлемент магний. Он необходим для нормальной работы нервной системы, но это-то многие знают. В частности, и для решения проблемы с храпом. Кстати, магний есть во всем, что обладает зеленым цветом. То есть, любая зелень, ну и, конечно, в том числе та же хлорелла и спирулина. Вот вам еще одно преимущество их. Еще ветграз, то есть сок проросков пшеницы, тоже содержит большое количество и магния, и активного хлорофила, а также витамина В1 в том числе. Третий очень важный компонент – это витамин Д3. Но только, дорогие друзья, посмотрите, пожалуйста, вот эти два моих видео про витамин Д2-Д3 и про витамин К1-К2-Д3. Только помните, что правильная дозировка витамина Д3 составляет 10-20 тысяч международных единиц в сутки. Учтите это. Посмотрите эти видео, все поймете и просто учтите. Это очень важный тоже фактор. Ну а помимо этого, применяйте интервальное голодание. Посмотрите непременно данное мое видео, а также мое видео про калории. Не только толстые люди, но и худые также храпят. Почему? Вы уже знаете. Причин несколько и несколько первопричин. Устранив первопричины, применяя массажи и, соответственно, необходимые витамины и минералы, вы практически наверняка поправите данное состояние и избавитесь от храпа. Ну, конечно, если не будете есть много и на ночь. Ну а как быть, что делать, решайте, конечно же, сами. Я всего лишь дал сегодня вам очень важные рекомендации, однозначно действенные. Объяснил причины, первопричины и что делать сказал. Захотите, будете применять. Ну а в одном из следующих видео я расскажу о гармонии кортизоли, почему у людей бывает ночной жор, как это связано с инсулином, как это связано вообще с сахаром и с сахарным диабетом, преддиабетозным состоянием, с ожирением, ну и так далее и тому подобное. Еще раз хочу в завершение сказать, что если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк и поделитесь им со своими друзьями, близкими, знакомыми. Кому-то это поможет обязательно. Ну а на этом все. Желаю всем хорошим, честным, порядочным людям, крепкого здоровья, ну а всем остальным здравомыслия и благоразумия. До свидания, до новых встреч, всего хорошего.